Шесть домов во дворе пролетарки признаны аварийными и, наконец-то, будут расселены. Соответствующие постановления были опубликованы городской администрацией на минувшей неделе. Ожидается, что до 31 июля жителям Морозовских казарм будут направлены предложения о предоставлении помещений маневренного фонда для временного проживания. Впрочем, сами жильцы, кажется, уже не верят, что им удастся покинуть полуразвалившееся аварийное здание. Морозовский городок уже давно является одним из больных мест города. В условиях, мало похожих на человеческие, здесь продолжают жить десятки семей. Долгое время вопрос с их переселением оставался нерешенным. Однако теперь дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Смотреть в будущее хоть с каким-то оптимизмом сейчас могут жить лишь шести домов по улице Двор Пролетарки. 17, 47, 118, 119, 122 и 156. На минувшей неделе городская администрация опубликовала ряд постановлений, согласно которым указанные дома признаны аварийными, подлежащими реконструкции. Статус аварийных и подлежащих реконструкции данным домам был присвоен на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального законодательства и местных нормативно-правовых актов. На данный момент правительством Тверской области совместно с администрацией Твери разрабатывается дорожная карта по реализации расселения данных домов. До 31 июля Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери направит жителям шести домов предложение о предоставлении помещений маневренного фонда для временного проживания. Сказать, что эта новость долгожданная для жителей Морозовских казар, ничего не сказать, что только не пришлось испытать обитателям здешних многоэтажек за последние годы. Эти дома горели, рушились, от сырости в них обваливались потолки, и изношенные трубы становились причиной постоянных подтоплений. Между тем, жильцы терпеливо ждали и продолжают ждать своей участи, живя в условиях, которые мало где увидишь в 21 веке. К примеру, вот в этом доме на целый этаж установлена единственная плита, одна на 12 семей. Света в коридоре практически нет, ощущается стойкий запах сырости. Не знаю, плохо. Если вы хоть день здесь живите, видите, что-то варится. Надо очередь там стоять у плиты, душ не работает. Невыносимо жить. Вот всё время нос постоянно заложен, не болеем, ничего. А вот просыпаемся сначала, пропыхиваемся, сырость, стены уже все волнами. В самих квартирах аварийное состояние домов в глаза бросается не так сильно. Жильцы по мере сил и возможностей стараются делать какие-то ремонты, поддерживать комнаты в порядке. Однако и это не спасает. Пенсионерка Анаид Дарбинян показывает огромную трещину в одной из комнат. Рано или поздно, опасается женщина, потолок рухнет прямо на голову. Словом, расселять аварийные дома во дворе пролетарки, очевидно, нужно немедленно. Об этом говорят и жильцы. Вроде бы и места уже подобраны. В частности, одну из новостроек для жильцов казарм планируют возвести на улице Фрунзе. Однако произойдёт это не раньше следующего года. А пока жильцам было предложено временно переехать в маневренный фонд. Некоторые из них к такому предложению отнеслись со скепсисом. Есть постановление, не нашей Тверской областью признан, а это федеральный закон, что нам должны предоставлять равноценное, не менее худшее, но благоустроенно комфортное жильё. А мне, в лучшем случае, где-то на отшибе, хрен знает, какое убитое, убогое, без всяких условий и услуг предоставят непонятно что. Просто это дикий ужас. Что касается судьбы жильцов, которых переселят из аварийных казарм, то об этом мы сделаем материал на основе интервью с ответственными за это чиновниками, после решения вопроса. Ну а саму территорию двора пролетарки планируют превратить в современное городское пространство. Проект даже назвали хорошо известным любому москвичу словом «реновация». Территория, по задумке авторов, станет не только деловым центром и современным жилым кварталом, но и местом для притяжения туристов, желающих прогуляться по району с полуутровековой историей. Получится ли воплотить в жизнь морозовскую мечту, как говорится, покажет время. Мы продолжим следить за развитием событий.